Здравствуйте! В эфире программа «Семь дней истории». Сегодня мы расскажем вам о событиях всемирной истории 20-го столетия. Я Ольга Павленко. Тема выпуска «Пражская весна 1968 года». 60-е годы были самыми бурными в послевоенной истории Европы. Вокруг них как раз загорелись буквально ярко идеи нового социального устройства. Поиска той модели общественного развития, которая в наибольшей степени соответствовала бы потребностям людей. Так рождались идеи левого марша в Западной Европе. Так рождались идеи социализма с человеческим лицом в странах Восточной Европы. Исключительный пример – Чехословакия. До 1968 года Чехословакия была буквально в объятиях вечной дружбы с Советским Союзом. Лидер чехословацких коммунистов Новотный насаждал сталинские методы работы. Это была репрессивная политика, очень жесткая. Это был очень жесткий коммунистический догматизм. Но уже с 60-х годов в Чехословакии под влиянием французских идей социализма, под влиянием немецких идей социализма, начинают разворачиваться очень бурные дискуссии. Дискуссии о путях так называемого национального социализма. Но весь конфликт, политический конфликт, который изнутри взорвал чехословацкую политическую коммунистическую систему, развернулся на иной почве. Он касался конфликта между чехами и словаками, касался бюджетных квот в распределении средств на Чехию и Словакию. Среди словацких коммунистов, лидером которых выступал Александр Дубчик, росло недовольство не только авторитарным стилем политического управления партии Новотного, но и распределением квот между чехами и словаками, бюджетных квот. Словацкие коммунисты выступали за то, чтобы эти квоты были выровнены и чтобы Словакия имела полноценное участие в жизни чехословацкого коммунистического сообщества. Новотный не хотел ничего слушать. Он сразу же обвинил Дубчика и словацких коммунистов в сепаратизме, в разжигании национального конфликта между чехами и словаками. Вплоть до начала 1968 года этот конфликт воспринимался как внутрипартийные дискуссии, как конфликт между чешской и словацкой номенклатурой. Собственно, так он и воспринимался в Москве. Но уже с января 1968 года ситуация стала выходить из-под контроля. Помимо партийных конфликтных ситуаций на улицах Праги и других крупных чешских городов, в чешских кафе, в чешских артистических студиях, в театрах, в газетах, в латерарне-новинной и так далее, стали обсуждаться вопросы общественного устройства. Фактически вся страна зачитывалась эссе Милоша Кундера, Вацлава Гавала, обсуждала яркие выступления директора Института экономики Отто Шика. По сути дела, тысячные митинговые демонстрации и выступления охватили все основные чешские, а потом и словацкие города. Александр Дубчик оказался в центре этого политического обновленного движения, движения, которое получило название реформаторское движение. Они не выходили за пределы идей социализма, но выступали за построение социализма с человеческим лицом, за то, чтобы соединить идею марксизма с идеей полноценной социальной жизни и интересов общества в своем государстве. Эти идеи и дискуссии дальше вылились в новые программные документы. До марта 1968 года в Советском Союзе не было четкого понимания, что происходит в Чехословакии. Более того, Брежнев до марта 1968 года готов был поддерживать Дубчика, потому что в Дубчике он видел новую реформаторскую силу и был даже заинтересован в эффективности развития чехословацкого социалистического эксперимента. Ситуация изменилась, когда Коммунистическая партия Чехословакии приняла программу действия. В программе действия совершенно четко излагалась идея нового социалистического пути. Вот это Коммунистическая партия СССР принять не смогла. С марта 1968 года Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза принял решение блокировать все действия чехословацких реформаторов. С марта 1968 года начинает развиваться вот такая анти-чехословацкая политика советских коммунистов. Немаловажную роль в этом сыграл лидер Германской Демократической Республики Ульбрихт и лидер польских коммунистов, глава польского социалистического государства Гамулка. Именно Ульбрихт и Гамулка с марта 1968 года начинают очень активно давить, в буквальном смысле слова давить на Брежнева в том, чтобы военной силой задавить этот чехословацкий вирус. Мотив понятен. Оба лидера страшно боялись, что вирус распространится на Германскую Республику и на Польшу. Тем более, что в Польше с марта 1968 года начались массовые демонстрации студентов и интеллектуалов, имевших ярко выраженный антисоветский такой характер. Они выступали за расследование Катынского расстрела, за пересмотр восточно-польских границ и за построение своего национального социализма. Поэтому ситуация накалялась очень серьезно. Уже в апреле Министерством обороны был разработан секретный план вторжения в Чехословакию. Но вплоть до августа 1968 года Брежнев так и не решался принять окончательное решение о вводе в действие плана вторжения в Чехословакию. Только после разговора, последнего разговора в августе с Александром Дубчиком, когда тот объявил, что он уходит со всех постов и придут новые силы, и сохранился стенографический отчет этой телефонной беседы, когда Дубчик сказал «делайте, что хотите». Вот после этого телефонного разговора было принято окончательное решение. Советские танки действительно раздавили, пражскую весну. Но надо сказать, что перед тем, как решиться на ввод войск, на военную интервенцию стран Варшавского договора на территорию Чехословакии, Советский Союз провел секретные переговоры с Вашингтоном. Советский Союз прозондировал позицию правительства ФРГ, правительства Австрии и других европейских стран. Тогда, в 1968 году, в Вашингтоне начинались президентские выборы. И Елисейский дворец, и Бонн, и другие политические центры Европы были озабочены тем, чтобы снять волну молодежных выступлений, молодежных революций, бушевавших на улицах их столиц. Всем было не до пражской весны. Американцы, по сути, дали понять «делайте, что хотите». Поэтому пражская весна была раздавлена. Но уже в 1969 году, когда молодежные бунты по странам Европы и в Соединенных Штатах пошли на убыль, когда ситуация стабилизировалась, Европа, западный мир столкнулся с новой доктриной Брежнева, рожденной в борьбе с пражской весной. Право на военное вмешательство в том случае, если социалистическому режиму угрожает опасность. Редактор субтитров А.Семкин Всего вам доброго! Вы смотрели программу «Семь дней истории». Мы рассказали вам о событиях всемирной истории 20-го столетия. Завтра смотрите программу о мировой художественной культуре и религии. До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова